Call of Duty принято ругать. Тема благодатная, то есть про это игры почти нет. Говорят, что графика не важна. Нет, ребят, графика важна. Катсцены иногда начинаются с того, что персонаж бежит, и заканчиваются тем, что персонаж бежит, а бега в игре нет. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нажми, чтобы начать». Спонсор этого сезона подкаста российская школа игровой разработки Scream School. Меня зовут Семен Окараков, и сегодня у нас в гостях снова Василий Скобелев. В этот раз поболтаем в принципе про левел-дизайн в играх, и вообще про игры. В общем, все, как всегда. Привет! Да, привет! Очень рад, что снова позвали. Приятно было тогда записать тот выпуск, и думаю, что этот будет не менее интересный. Скорее всего, скорее всего. Но давно уже, сколько там, годик прошел? Ну, кстати, да, похоже на то. Уже довольно много, да. Но такое ощущение, что как вчера, как, собственно, и всегда. Давай немножечко, вот в этот раз, правда, немножечко, потому что в прошлый раз я там долго тебя мучил вопросами, как все началось там с начала времен, как ты попал в геймдев. Просто немножко представься для тех, кто еще тебя не слышал, про тебя ничего не знает. Просто расскажи там в двух словах про себя чуть-чуть. Да, хорошо. Всем привет. Меня зовут Василий Скобелев. Я блогер, разработчик, можно сказать, независимый эксперт. Вот, можете ко мне обращаться за консультацией, если надо, по дизайну и продакшн. Когда-то давно честно пытался работать не в геймдеве. У меня не получилось. Я там и музыку преподавал, и байками торговал, чего-то к ней было. Потом на очередной работе я там словил нервный срыв, понял, что занимаюсь чем-то не тем. Несмотря на то, что мне было неудобно перед работодателем, потому что он меня так авансом взял, назовем это так, вкладывался в будущее, думал, растил молодого, вернул специалиста, но не получилось. Я убежал любой ценой вписаться в геймдев. Ну, в общем, long story short, я попал на первый вектор, если кто помнит такую игру. Он тогда еще не до конца вышел. Не весь контент был на стиме и на мобилках. Для тех, кто вдруг не помнит, наверняка вспомнит, про паркур игра была, выходила на... сначала на устройство от Apple, по-моему, потом на Android тоже, потом на Compte тоже появилась. Да, был такой специфический аркадный сайд-скроллер, где игровой слой черный. Это была особенность Art Direction у их игр. Там, да, про офисного чувака, который в какой-то момент понял, что его зомбировали в офисе, он выпрыгивает в окно и бежит от как-то от охранительных органов. Ну, почти как ты, получается, в какой-то степени. Да-да-да. Вот. Ближайшие пять лет после этого я проработал в мобилках. Были, правда, там релизы и на Steam, и на Switch. Там были довольно насыщенные пять лет. Я там большую часть времени работал левел-дизайнером два с половиной года, и три года QAM тестировщиком. После этого по ряд причин мне нужно было сменить компанию, и я хотел попробовать свои силы в разработке ПК-консольных игр. И так звезды сложились. Я очень за это благодарен. Я тогда попал на Atomic, Atomic Heart. Там я проработал ведущим дизайнером локации полтора года. Получил очень много всякого интересного опыта. Проект был сложный. Больше деталь я про него говорить не буду. После этого я как-то отправился делать уже другие шутеры. Вот, перешел в PvP-шный сегмент. То есть, я делаю теперь соревновательные шутеры на ПК-консоли, на Unreal. Вот, тоже на позиции левел-дизайнера, но справедливости ради я так оглядываясь назад, понимаю, что я довольно много занимаюсь техническим гейм-дизайном, поэтому, может, я под таким заголовком где-то буду себя представлять. Это еще посмотрим. Я никому об этом пока на паблик не говорил, но просто так сложилось, что мне всю дорогу, пока я делаю локации на больших штанах, нужно было довольно много ковыряться в игровой логике. Вот, и последние годы я это дело подтянул. В общем, помимо разработки, которая была довольно разнопразная, она мне очень помогла и пригодилась, я периодически беру на научную редактору книжки, связанные с играми, их разработкой. Научный редактор это чувак, который проверяет факты, вот, ресерчит все это дело. Да, кстати, если не... Прости, перебью, если не слушали об этом всем, то вот в предыдущем, ну, не выпуске, а в предыдущий раз, когда ты приходил, мы об этом очень много говорили, и вот если кому-то сейчас в ухо вот это вот залетело про научный редактор, то очень подробно у нас прям об этом выпуск был в прошлый раз. Да, спасибо, не буду тогда на это не снариваться. Нет, я не к тому, что такой молчи, мы уже все рассказали, нет, я просто напомнить, рассказать людям, которые в первый раз услышали, такие, опа, а что это? И с июня 22-го я веду блог в Телеграме, рассказываю про игры, в основном про актуальные, поэтому кому интересно, там про левел-дизайн, гейм-дизайн, нарративный дизайн, подписывайтесь, смотрите, и очень легко найти прямо по моему имени. Ну, и везде, где в соцсетках меня найдете, там, как правило, есть ссылка на него. Вот, помимо разработки книжек, блога, что еще? Ну, вот недавно прошел курс по левел-дизайну, посмотрел, как его делают крутые ребята, вот, познакомился заодно с кучей прикольных перцев, и сейчас, скорее всего, буду потихонечку запускать свой курс. А можешь рассказать, что за курс, где курс? Это как раз не секрет, я про это писал в паблик, во всех подробностях, у меня там прям один рубрикой был дневник прохождения курса, можно назвать это так. Это курс CGMA, расшифроваться как Computer Graphics Masters Academy. Это одна из самых таких котируемых онлайн-школ по миру. Там не какие-то прям супердлинные курсы, там, не знаю, на год-полтора-два, а скорее такие интенсивные воркшопы на два-три месяца по куче всяких актуальных специальностей. И фишка в том, что они приводят в качестве автора курса и инструкторов, инструкторы могут, кстати, меняться, действующих специалистов. Я туда соблазнился пойти, ну, как бы на горизонте и так давно маячил, а тут внезапно курс впервые был на Unreal, а не на Unity. У меня просто так сложилось, что исторически я с Unity рабочил вообще поверхностно. Поэтому меня отталкивало, если был крутой курс, он был на Unity, а тут был на Unreal, и инструктором был Макс Пирс. Ну, это шикарно, шикарно совершенно. Да, это крутой мужик, который работал дизайнером над The Division в Ubisoft, потом он работал над Киберпанком в CD Projekt Red, и в его портфеле там какое-то колоссальное количество локаций. Вот меня Division, наверное, больше впечатляет, но там просто в Киберпанке к левел-дизайну очень мало был привязан геймплей, мне кажется, ну, на релизе. Там не в этом дело. Он, в общем, без купюр рассказывал про то, как оно происходило. У него есть огромный спич сейчас на YouTube, где он с именами прямо рассказывает, кто у них за что отвечал, как у них был организован продакшн-локации. Это очень интересно. Он был очень суровый, то есть там им на блок-аут сюжетной миссии могли давать до двух недель. Это ничего. Ну, то есть так вообще не делают. Это кошмар. Это в Киберпанке так было? Это в Киберпанке 27 официально, на блок-аут сюжетной миссии давали до двух недель. Офидеть. Это жесть. Так работать нельзя. Ну, понятно, что он такие эпитеты и оценки не давал, он просто такое озвучил, и все охренели, когда это узнали. У них же еще были, если ты вспомнишь, побочные задания и еще совсем мелкие побочки, которые назывались гиги. Ну, то есть там тебе просто говорят, типа, тут что-то там произошло, там, как правило, на пять минут какое-то задание, и вот у него в итоге в портфеле таким темпом две сюжетных локации, там порядка 15 побочек и 30 гигов, и как бы на побочку, по-моему, давали что-то там, типа, несколько суток, а на гиг до двух. Ну, я если могу, примерно понять, вот если вот этот гиг маленький, то там, да, наверное, можно в малое время уложиться. Если ты там суперпрофессионал, который там уже тысячи видов сделал этих всяких штук, то, наверное, можно. Да, ну, в общем, это жесть, ну, то есть, типа, первичный LDPAS, это там, если с нормальным итерированием, с адекватными плейтестами, это, ну, там, зависит от проекта, конечно, ну, там, не знаю, типа, от месяца до нескольких, а не две недели, блин. Ну, он, кажется, справился хорошо в таком случае, прям максимально. Да, PvP-шные карты, там вообще, молчу, там это всегда несколько месяцев, потому что тебе нужно аккуратненько это итерировать, добавить какие-то идеи, о которых ты изначально не мог подумать, выбирать, которые тебе казались довольно ценными, и это все на законченном участке геймплея, вот, PvP-карты, они все-таки отличаются от одиночных тем, что, как сейчас помню, вот, когда ты разрабатываешь, например, какую-то линейную локацию, да, подсюжетный шутер, там, ты все-таки можешь последовательно доводить до какого-то удовольствия и не возвращаться к определенным участкам, да, если они выполнили свою функцию, вот, в PvP так не работает, потому что ты можешь что-то подтянуть, а другое перестанет работать вообще. Ну, и плюс там люди изобретают всякие абьюзы техник, там, разных-разных механик, и нужно же их править еще. Ну, в общем, после этого он, по-моему, поработал над вторым Hellblade, про который мы пока до сих пор очень мало информации знаем, но он точно там был. На самом деле, мы вот записываем, я не помню, какого числа, скажем так, ну, нет, я помню, какого числа, сегодня 18-е, вот, вы, конечно же, кто нас слушает, будет слушать это позже, вот сегодня Microsoft должны что-то рассказать про Hellblade, возможно, через пару часов. Совершенно прав, сегодня, вот мы записываем это, вот сейчас смотрю, 8.30, да. В общем, кто нас слушает, уже знает больше, скорее всего, про Hellblade. Да, 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 там будет Xbox Developer Direct, и там будет куча всякой информации, возможно, там будет какой-то громкий новый анонс. Про Indiana Jones, скорее всего. Кроме Indiana Jones. Да, кроме даже. Там пошел слух, что есть какой-то пятый тайтл, который они не палят. В общем, да, он работал на Division, на Cyberpunk, Hellblade, и сейчас он шел на новую мафию в Ангар-13. Смешно было, что когда был как раз курс, он как-то периодически опаздывал, потому что привыкал к транспорту на новом месте. Он как раз переезжал. А мы вообще знаем, что новая мафия выходит, или ты сейчас что-то сказал, что нельзя было говорить? Не, ну, в смысле, давай так, вполне известно, что он перешел в студию Ангар-13. А, ну да. На сайте студии Ангар-13 нет ничего, кроме мафии. А, ну, логично, да, да, да. Но я просто что-то, может быть, когда-то был какой-то маленький там, что-нибудь рассказывали, какие-нибудь новости, я просто уже забыл. Давай так, он мне не говорил на какой проект. А, ну, тогда все, да. Вот, то есть это мое предположение, но я в нем уверен на 99%, потому что можно по-разному относиться там к третьей мафии, но в Ангар-13 деньги есть. Слушай, ну, третья мафия на самом деле, если бы они не сделали вот эту дурацкую репетативную историю, когда ты должен, знаете, вот захватывать там территории, так-то там стрельба классная, ну, реально классная. И вот эти вот синематики, там, условный сюжет, он неплохой, просто вот там была такая история, что они специально затянули геймплей. Ну, тогда вот мода на это была, на вот эту всю историю. Нет, там, я бы не сказал, что это специально получилось, это скорее следствие того, что там не успели. Там налицо фичкат и большая спешка. Там просто есть грубые ошибки иногда, когда, например, с пирса прыгаешь в воду, и на какой-то ляд нам там дали возможность плавать, хотя вот потом, если ты вот это глупо сделал, прыгнул с пирса в воду, то ты столкнешься с тем, что на ближайший километр нет ни единой возможности вернуться. Такая же, кстати, фигня меня постигла в какой-то момент в киберпанке. Я, короче, куда-то спрыгнул в воду и такой, извините, а сколько можно плыть уже? Да, 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 достает немножко, конечно, когда такое случается. Ну и там, скажем так, несмотря на прикольную кору, там довольно странный метод, то есть там тебя награждают иногда буквально ничем, ты потихонечку теряешь мотивацию выполнить определенные линии квестов. Между ними есть вот эта манера, да, когда ты выполнил сюжетное задание, теперь будь добр, выполни ряд побочек, чтобы появилась следующая сюжетная. Вот ненавижу это, это прям вот для меня просто больно, ну то есть если мне нравятся побочки, я буду проходить побочки. Это как в Киверпанке, я прошел и такой, опа, а я хочу еще пройти каких-то там побочные миссии, и я просто перезапустил ее, ну то есть знаю, что они на что-то влияют. Мне стало интересно посмотреть. А когда меня прям заставляют, что вот пройди побочку, а побочка еще и похожа на другую побочку, она похожа на еще одну побочку, я уже такой, боже, хватит, прекратите. Я поэтому мафию не прошел. Но, кстати, я не знаю, в курсе это или нет, справедливости ради, есть уже какой-то там мод, сделанный фанатами, где вот это все чинят в мафии, и мафия превращается прям в хорошую сюжетную игру. Вот, есть такая история. Прикольно. Нет, я к ней возвращаться не буду. Хотя дополнения там были, кстати, хорошие. Я вот их смотрел, ну в смысле я к ним возвращался, их проходил, и там вот про культистов вообще прям конфетка очень круто сделана. Кстати, вот эта фишка, когда после сюжетной миссии надо обязательно пройти по бочку. На самом деле есть положительный пример. от реализации. Это уже три игры про паука, потому что там это есть. Просто это настолько органично вписано, что это, во-первых, не запоминают. А, там нужно что-то подождать, пока там пройдет условно день. Да, там буквально после каждой второй сюжетной миссии, а в последней игре чуть ли не через каждую, тебе говорят, блин, пока, короче, там, не знаю, МДжей или Гарри там что-то делают, надо чем-то заняться. И у тебя нет как бы вот этого нарушения погружения, потому что тебе нарративно как раз дали объяснение. То есть нету конфликта срочности, нету такого, что чувак должен что-то сложное проанализировать. И знаешь, как в лучших традициях Голливуда такой Танту-Хак, короче, берет, тапает несколько клавиш по ноутбуку и такой, я сделал анализ. Мне вспоминается этот, может, помнишь, отрывок какого-то там сериала с НТВ, там, где улицы разбитых фонарей, там, где хак диск С, что-то так. Да-да-да, зум-зум-зум, приблизь-приблизь, наведи четкость. Тут этого нет, и как раз, когда должен произойти какой-то таймскип, там вот говорят, типа, иди погуляй. И это ощущается вполне окейно, особенно учитывая то, что вот это иди погуляй, оно, как правило, действительно на одну побочную какую-то миссию, а побочки там короткие. Ну да, я просто вспомнил, я вспомнил свое примерное ощущение, вот знаешь, вот это, когда рассказал, я вспомнил, что я такой, боже, ну опять, и там вроде оно как-то быстро проходит, и такой, ну ладно. Вот, кстати, вопрос, я понимаю, что это не совсем левел-дизайн, но вот как вот, например, оправдать, ну мы, собственно, и не про левел-дизайн, мы про все подряд, как оправдать, например, вот такую штуку. Вот в киберпанке у тебя, значит, там в мозгу есть чип, это уже как бы, если что, никакой не спойлер, но вдруг, если вы не проходили киберпанк и даже не знаете завязки, вот можете сейчас на минутку перемотать, вот, вперед. Условно, у тебя в голове чип, и там ты через какое-то время помрешь, у тебя герой умрет, и вот это как будто бы вот впадает в конфликт со всякими побочными квестами, то есть сюжетно ты должен резко бежать вперед, у тебя мало времени, у тебя герой скоро погибнет, но при этом там интересные побочки, и тебе хочется их проходить, но общий сюжет это как будто немножко нарушает, потому что, ну как ты можешь ходить там, не знаю, каким-то помогать, не знаю, какому-нибудь бомжу там, который тебя попросил ему что-нибудь сделать, когда у тебя герой, все, он при смерти уже. Вот как вот с этим бороться? Это же ломает. Так, а зачем бороться? Я бы не сказал, что здесь есть какой-то конфликт срочности, потому что, да, тебе говорят, что тут не для того, чтобы тебя подогнать, это говорят, тут говорят для того, чтобы ставки повысить. Но ты же при этом, тебе же прям говорят, что там есть просто момент, когда тебе говорят, у тебя там вот неделька осталась, а потом все, досвидули. Вот это я не помню, на самом деле, про недельку. Было, было, там момент. Почему я считаю, что это для повышения ставок, а не для того, чтобы какой-то конфликт срочности создать? Потому что тебе не говорят, как это выполнить. У тебя нет способа решения этой проблемы. Говорят, что есть опасность, но тебе не говорят, иди на гору, победи бога. Тебе говорят, тебе надо бы с этим что-то сделать. И когда тебе говорят, там, встреться с тем-то, с тем-то, это вообще не гарантирует, что это придет к решению. И как раз по сюжету тебе потихонечку обозначают то, что вот ты пробуешь, а это тупик. А вот ты еще пробуешь, а это тоже тупик. И это тоже тебя не спасет. И это тебя не спасет. И ты уже такой, да и хрен с ним, пойду бомжам помогать. И это превращается, да, в такой, типа, стиль жизни, такой Death Row для глав героя, когда ты на, как это называется, на Borrowed Time, ну, типа, на птичьих правах, короче, все время, да, может, в любой момент, в любой момент это может оборваться. И, пожалуй, это даже подкрепляет идея того, что главгерой в Киберпанке довольно ярко живет, назовем это так. Ну, да. А вот, например, в Ведьмаке это как раз не очень работает. Там, где он Цири ищет, и там сыграем в Гвинт, как бы, вместо того, чтобы... Ну, там же тоже это путешествие такое, тоже непонятно, как ее найти. Ну, в Сири, там большая часть времени у тебя есть какая-то прям очевидная цель. Да-да, цель есть. Там где-то в середине есть определенный провал, в который, по-моему, все Ведьмак забрасывают, потом к нему возвращаются. Там есть такой момент, когда ты такой уже вот-вот-вот-вот-вот, и все, игра провисла, и ты такой, ну, боже мой, есть такой моментик. Ну, да. Но в остальном вот проблема в том, что это очень, в принципе, такой избитый ход, когда во всех играх почти с открытым миром, что тебе нужно... Вот, кстати, в Days Gone. Играл в Days Gone? Да, Days Gone, конечно, играл, я прошел с большим новостем. Вот мне он очень понравился, он многим не понравился, но мне он очень понравился, и как раз там еще, там есть, да, вот эта сюжетная история с тем, что мы сейчас найдем жену, вот мы ее нашли, а нет, мы ее не нашли, а жива она, не жива, а вот мы опять ее нашли, а это, оказывается, все-таки мы ее не нашли, существует в таком размеренном темпе, что он как бы ее ищет, но как бы он не знает как, и там как раз оно как будто бы вот не мешает тебе спокойно на этом байке ездить, там потом начинается как раз момент, большой сюжетный сегмент, который уже вот тебя точно приводит к тому, есть она, нет ее, и вот во время этого большого сюжетного сегмента ты не можешь проходить по бочке, и это прикольно, то есть ты как бы подходишь к последней условной миссии, тебе говорят, вот сейчас ты не сможешь проходить по бочке, в ближайший, зная Days Gone, ты понимаешь, что 5 часов будет. И вот как раз, когда начинается прям дикий замес, тебе не дают проходить по бочке, и, в принципе, мне кажется, это как раз правильный подход. Но мне не очень нравится вот эта сама фраза, что вот дальше все, типа, точка невозврата. Вы уверены, что вы хотите продолжить? Я такой, я не хотел знать, что это последняя миссия. Не, ну это хорошая манера, как раз говорить об этом, потому что без этого гораздо хуже. Ну да, да, конечно, конечно. Но это если потом не может продолжиться мир, понимаешь? Ну, не будем уже говорить, продолжится он там или нет. Вот, а по поводу вот этого приема с женой, там мне тоже это довольно органично показалось, потому что там ее флешбоками преподносит довольно такой самостоятельной женщиной. И, в принципе, ты к ней как бы начинаешь понимать, почему он ее так сильно ищет, почему он ее так сильно любит. То есть там история рассказывает. Нет, про то, что сам факт того, что ты ее пока не нашел, не то, чтобы связан с тем, жива она или нет. Ну, то есть это не вопрос спасения принцессы. То есть он предполагает, что она выжила, и как бы если она выжила, и этот факт не зависит от него, то тогда будет круто, если он ее найдет. То есть у него там довольно такая, в общем-то, взрослая позиция. Да, он сделает себе крестовым походом, типа вот он в любую жопу там залезет, вы простите, ради того, чтобы ее найти, но... Но знать бы еще в какую, как бы, вот, да. Он хочет узнать, есть ли смысл лезть там. Да, чтобы найти, вернее, а не спасти. Вот. То есть это не вопрос спасения, это вопрос встречи. Он просто хочет узнать, что с ней случилось, и надеяться на то, что с ней не случилось ничего плохого. Больше всего в моей жизни я сожалею о неудачах в отношении доброты. Быть добрым нелегко, это требует усилий. Не всегда в недостатке доброты виноваты мы сами. В конце концов, тяжело быть добрым к другим, когда ты сам несчастен. Доброта это следствие счастья и уверенности в себе. И я уверяю, каждый может их достичь. Начните прямо сейчас. Делайте все, к чему стремитесь. Путешествуйте, становитесь богатыми и знаменитыми, изобретайте, руководите, влюбляйтесь, расставайтесь с людьми, плавайте голыми в диких лесных реках. Но что бы вы не делали, не бойтесь ошибок. Такой была речь Джона Сондерса перед выпускниками Сиракузского университета в 2013 году. И Джон был прав, и его мысль можно дополнить. Если доброта, следствие уверенности в себе, это работает и наоборот. Мы добиваемся успехов там, где внимательны и заботливы к себе. Очень важно слушать себя, пробовать новое и искать профессию, которая будет приносить удовольствие. Гимдеф – молодое направление, куда многие хотят попасть, но пасуют из-за страха и предубеждений, что в IT есть место только технарям. Но это совсем не так. Гимдеф – история про креативных людей, и чтобы влиться в профессию, нужно просто начать. Преодолеть страх и овладеть нужными навыками помогут в Scream School. Scream School – первая и единственная очная индустриальная школа игровой разработки в России. Уже в 2008 году здесь начали преподавать компьютерную графику, а сегодня уже готовят студентов под направлением геймдизайн, концепт-арт и игровая графика. Scream School является одним из десяти факультетов Universal University – университета, где строится будущее креативных индустрий, формируется новое экспертное сообщество и открываются широкие возможности для личного профессионального развития. Обучение здесь максимально приближено к карьерному треку в геймдеве. Программы основаны на реальных брифах из индустрии, а выпускники работают в таких крупных студиях, как Playrix, 1S Game Studios, Blizzard, CD Projekt Red, iSpeak Lodge и многих других. Помимо бакалавриата и магистратуры, Scream School предлагает дополнительное профессиональное образование, интенсивы, базовые курсы, программы подготовки к поступлению. Студентом Scream School можно стать независимо от возраста, а само обучение проходит в центре Москвы. Часть занятий тебе предстоит посетить очно в кампусе, другую можно пройти онлайн. Подать заявку на обучение можно по ссылке в описании. Не бойся сделать шаг в новую жизнь и высокооплачиваемую профессию. Вот, кстати, раз мы затронули вообще в принципе с тобой игры с открытым миром, ты занимался когда-нибудь... А, вот, слушай, сейчас у меня в голове там долгий процесс был, я хотел тебя спросить, занимался ты играми с открытым миром? И я вспомнил про Atomic Heart, про то, что ты занимался там уровнями. Я, кстати, вспомнил, что, по-моему, мы с тобой в прошлый раз говорили до того, как вышел Atomic Heart. Он прям выходил буквально вот в ту же секунду, и, возможно, поэтому я тебя о нем и не спрашивал, но потому что игра еще не вышла, и я тебя не могу спрашивать, соответственно. Возможно, вот так это было. Смотри, там же есть такие вот моменты с открытым миром, как будто бы. Они мне не очень, например, понравились, потому что они сбивали темп по моим личным, как бы, вот по моим личным мнениям. Ты там чем конкретно занимался? Сейчас ты такой, я занимался открытым миром, я такой, блин, как не уловно. На самом деле им в частности просто, скажем так, на таких проектах, то тот контент, которым ты занимаешься на одном этапе разработки, может очень сильно отличаться от того, который будет на другом. И, соответственно, если там говорить об открытом мире, это уже совершенно другая история, нежели та, над которой тогда моя команда работала, левел-дизайнеров. И финальный релиз, он все-таки не про открытый мир, назовем это так, да, там не в этом его USP. Ну да, это такое, просто такое условное расширение коридора в какой-то момент. Его прелесть Atomic'а в том, что какие там сюжетные миссии, да, какая там история, какой сеттинг, как с ним работают. Но сеттинг там прекрасный совершенно, мне кажется, это прям огромная работа была проделана. А те миссии, которые вот в своем большинстве прям с того времени вот дошли до релиза, это, не помню, как их на русский у нас привели, тестовое предприятие, по-моему, в общем, по-английскому они, на английском они полигоны, вот эти побочные локации, да, где у тебя куча всяких пазлов, периодически файты с мобами. И вот это доехало в очень похожем виде, назовем это так. То есть там я прям вижу дизайн ребят, с которыми я работал. Это вот какие, которые условно не открытые, короче. Ну, это побочные локации, где тебя награждают этими апгрейдами пушек. Я просто к своему, ну, да не стыду, в принципе, просто я не проходил, потому что я играл еще в тестовые билды там за год до выхода, и я уже, ну, я знаю, что там, я знаю, чем закончится. Ага, да, я понимаю. А я, в принципе, в игру очень люблю как раз играть за счет сюжета. То есть мне нравится, ну, прожить какую-то историю там. А я как бы уже все знаю, и я такой, блин, ну классно, но что-то не сейчас, может быть, потом. Ну, вот открытые сегменты мне, например, не очень понравились. Я прям их такой, я ругаю их. Вот прямо сейчас я их ругаю, потому что они как будто бы там вообще не нужны лично для меня, по моему ощущению. Ну, как это, профессиональной этике ради открытого мира в Atomic я оценку давать не буду. Я просто вижу, что есть некоторые решения, которые, скажем так, не дожили, да, по ряду причин, которые были связаны с открытым миром. Их жалко. Но есть решения, которых наоборот не было, когда был я, и они наросли потом. Это, например, с этими, с грифами, с камерами, связанными с ними, да, это довольно прикольно было, когда ты их взламываешь, ищешь там, что они могут открыть и так далее. Довольно прикольная находка. Ну, и в целом, я думаю, ребята прекрасно понимают настроение в аудитории. Если смотреть на дополнение, там же вообще они ушли от классической идеи, которая следует в подобных проектах, когда давайте присобачиваем новую локацию к открытому миру, который у нас был, да, давайте его как-то расширим. Нет, они просто делают дальше линейный шутер в DLC. Ну, сейчас там какой-то платформинг хотят сделать, это про линк. Ну, да, да, и справедливости ради делать это очень хорошо. То есть, вот, я от первого дополнения получил колоссальное удовольствие, мне очень понравилось. Там, конечно, есть технические огрехи, все-таки играл вот прямо в момент, когда оно релизовалось, но у них все-таки сейчас должен быть жесткий график по их выходам. Ну, глядя на многие сейчас ААА-проекты, как будто бы вот с оптимизацией все отлично. Да, мне очень интересно, что там будет в третьем-четвертом дополнении, потому что если про саму игру я знал, ну, типа, если не буквально все, то большая часть того, что там будет, да. Хотя там были приятные сюрпризы, которые я прямо вот не ожидал увидеть, в частности, концовки. Я не буду говорить там, сколько их было или там, какие они были. Просто когда я прошел и увидел конец, я такой, нифига себе, потому что этого не было, когда я был на проекте. Это было прикольно. В общем, если вкратце, даже вот я человек, который там полтора года работал и, казалось, знал буквально все, что в Атомике должно быть на релизе, да, я очень удивился тому, что там было в конце. Удивился положительно. Вот это было прямо круто. Как думаешь, сиквел... Ну, то есть, все мы знаем вот эти истории, опять же, там не подтвердить ничего нельзя, не сказать. Потому что, тем не менее, все знают историю, что там все это происходило достаточно сумбурно, разработкой, что там часто менялись люди и так далее. Как ты думаешь, вот вторая, сиквел, поменяется подход? То есть, мне кажется, что в Manfish уже конкретно прям знают, что они хотят. Они, в принципе, всегда знали, как мне показалось. То есть, идея была всегда. То есть, даже вот если смотреть самые первые ролики, самые первые трейлеры, понятно, что они отличаются безумно от того, что было на релизе, но видно, что была идея. Вот мне кажется, к сиквелу должно быть прям все очень круто. Мне кажется, к разработке сиквела ребята подойдут максимально уже собранными. Я думаю, да. Кстати, не Manfish, а Moonfish, но они как-то... Но, господи, я их все время называю Manfish. Да, они в какой-то момент уже стали поправлять, насколько я знаю. По поводу сиквелу, я думаю, я ожидаю, что это будет линейный шутер, потому что это то, что они хотели делать изначально, и это то, в чем сосредоточена их игровая эрудиция. Вот у людей, которые начинали студию, они очень любят именно линейный шутер, и этот опыт, мне кажется, должен там максимально сыграть, особенно учитывая то, как они решили выпустить в итоге первую часть. То есть, видно, что для них открытый мир, скажем так, не приоритет. Это просто способ добраться из одной точки в другую и дополнительно как-то погрузиться в эту атмосферу. А самый смак-то там в линейных миссиях. Мне даже показалось, что это... Ну, даже не в линейных, прости, пожалуйста, что перебил, а в, назовем их так, в интерьерных, потому что надо отдать должное, там есть вот этот иммерсивный момент, когда тебе задают какую-то цель, да, и говорят, а вот у тебя там, не знаю, если комплекс вавилов, там четыре цеха, да, и там собирая колбы с растениями, ты можешь в любом, короче, порядке их проходить, и видишь кучу всяких шорткатов из одного в другой, и это довольно в прикольную карту в голове у тебя складывается. И в последующих комплексах там эта фишка, в общем-то, они ее смогли сохранить, то есть там тебя запускают в какой-то условный хаб, ставят большую цель, а дальше уже в каком порядке, как ты ее выполнишь, это тебе полностью наутка подает. Вот это хорошо. Причем это сделано гораздо грамотнее, чем в условной, боже, прости, Modern Wi-Fi R3 вот этой, когда тебя кидают просто на карту и такие, вот тебе цель, делай, вот делай как хочешь, а там нет делай как хочешь, там делай как можно, то есть ты можешь только идти и стрелять, и только одним путем, в принципе. В справедливости разница там не только одним путем, но там довольно странное решение то, что в первый раз, когда ты запускаешь миссию, у тебя фиксированная экипировка, а вот если ты уже разочек умер на этой карте, то тогда тебе дают возможность эту экипировку сменить, на любую причем. И если говорить вот про третий Modern Warfare, мне нравится, как он играется, мне не очень понравились вот эти открытые миссии, они просто, как сказать, это неплохо, но это слабее, чем, например, Far Cry, который на этом собаку съел, в плане вот этого свободного подхода к точкам интереса, да? Так у них времени не было, я так понимаю, изначально же это было DLC, ну, судя по слухам, по каким-то разговорам разработчиков, и вроде как там их поторопили, что давайте-ка сделаем полноценную часть, все-таки там вот Microsoft купили, и надо что-то делать, и там вот Bobby Kotick уходит, вот это все, и они такие, ну ладно, и они же там ее за полгода накранчили, по-моему, то есть там вообще... Полтора года. Полтора, ну полтора, да, даже полтора года, обычно же по два, по три делают, там же как одна студия делает одну, вторая делает вторую, и они там параллельно выходят, а тут они тут прям, ну им нужно было прям вот срочно. Да, это продолжение сюжета такое, не самое длинное, назовем это так. Я не знаю достоверно, как там было. Ну так никто не знает, кто говорит. По факту все равно это релизно, так как DLC, если внимательно посмотреть. Вот, то есть, да, в Стиме ты, если покупаешь, это как будто бы отдельный тайтл, но когда ты заходишь в клиент колды, это выкачивается как дополнение. Для дополнения это много, для новой игры маловато, тем более, что в мультиплеере там не то, чтобы делали акценты какие-то новые карты, там в основном ремастеры с новых карт, что неплохо, но видно, да, что это, судя по всему, был такой крупный контентный апдейт изначально за денежку, но тем не менее. Так вот, про эти открытые миссии, это несколько слабее, чем вот в том же Far Cry, да, который на этом уже там кучу игр выстроил и вполне успешно, независимо от того, как мы к ним относимся, он вот в том, в чем Far Cry хорош, он продолжает быть хорош. А здесь, здесь просто еще уровень постановки, как бы, ну, типа, ее почти нет в этих открытых миссиях, да, у тебя есть условные, там, два-три боттлнека, когда ты гарантированно проходишь через какую-то дверь и хоп, у тебя, короче, там, не знаю, как сцена на полминутки, и вот, пожалуйста, и все, да. От колды ты все-таки привык видеть, что одиночная компания – это блокбастер, да, это такой голливудский боевик. Ну да, это знаешь, как, может быть, помнишь, Bad Company первая выходила, ну, даже вторая, там тоже у тебя была открытая карта, вот, куда хочешь, иди там, чтобы сделать какую-то миссию, ты по этой карте передвигался. А тут все-таки, ну, люди купили себе Call of Duty, а почему они получили вот то, что получили? Другую игру совершенно. Ну, не совершенно. Ну, всякое бывает. Да, по механикам, это вообще, конечно, такая, с одной стороны грустная. Знаешь, что самое грустное, вот, просто Call of Duty принято ругать, но это такое, типа, прям, вот, это попкорновый фильм Marvel. Каждый год выходит Call of Duty, каждый год люди, которые даже мало играют в игры, покупают себе Call of Duty и как будто бы идут на фильм Marvel, условно говоря. Но в этот раз не получилось, но при этом она все равно заняла топы продаж по всему миру, там, все чарты, первые места у Call of Duty, хотя все знают, что она, типа, ну, такая себе вышла. Вот это вот самое интересное, интересный такой феномен, люди привыкли покупать, или это чисто мультиплеерная история, или просто люди купили, чтобы проверить, насколько все плохо. Вот непонятно, почему она... Ну, во-первых, в большинство этих чартов входит цифра, а если внимательно посмотреть, то на том же Steam'е нету никакого, вот, в базе данных Call of Duty Modern Warfare 3, как отдельного тайтла. Там есть Call of Duty. Они сделали это отдельным, ну, в смысле, одним приложением, и в итоге это дало несколько прикольных, хитрых возможностей, и первое из них это то, что в тайтл Call of Duty нельзя обрушить рейтинг. Если ты на него зайдешь, там, в тот же SteamDB, ты увидишь колоссально высокий рейтинг с колоссальным большим количеством голосов, и сколько бы там ни хайли Modern Warfare 3, колду они не обрушат, и у нее будут хорошие метрики. И это позволило им как раз вот полностью разъедать руки, типа, мы можем выпустить что угодно, у нас все равно тайтл будет с хорошими метриками. И это, подозреваю, не все инвесторы видят, если честно. Это довольно такое... Ну, это хитрый хост. ...странный маркетинговый кунг-фу, да. Во-вторых, я уверен, что отдельно Modern Warfare 3, например, в физе, да, на дисках, заработал все еще хорошо, потому что Call of Duty это самая зарабатывающая игровая франшиза. Точка. Тут даже не нужно никаких дополнительных оговорок. Это самая дорогая, самая окупаемая игровая франшиза. Она всегда будет зарабатывать, пока она есть. Вот. Вторая такая, это FIFA. Ну, GTA еще, но это даже сложно назвать франшизой. Это все-таки каждый раз новая абсолютная история. И раз там в 10 лет, или сколько там, когда там пятая выходила? Уже лет 15 назад, что ли? Не-не, да, GTA, но не об этом. Да и там не... Ну, как бы это франшиза одного тайтла, да? У тебя в каждом моменте времени есть одна зарабатывающая GTA. Да, тут такой конвейер, условно говоря. Я не люблю это слово, но Call of Duty это не все, но в большей степени... Ну, FIFA точно конвейер. Это прям вот конкретная работа. Конвейерное производство, оно как бы, ну, не подразумевает какой-то оценочной коннотации. Ну, да, конвейер. Конвейер может быть хороший, конвейер может быть плохой. Но вот колда поставлена на поток. Хотим мы того или нет, она стабильно будет зарабатывать, да. Знаешь, что я еще хотел, как бы вот прежде чем мы заканчивать будем? Я вот обратил внимание, вот мы когда стали говорить про Атамин Харт, ты сказал там вот про коридорный шутер, а ты не заметил, что коридорных шутеров как будто гораздо меньше стало. То есть был момент, когда это было прямо на пике, на хайпе, вот. А сейчас там на хайпе игры в открытом мире, там в какой-то момент это были зомби-игры всякие. Вот сейчас реально вот коридорный шутер, вот у меня в голове ничего нет вот из последнего. Вот вообще ноль. Вот Call of Duty, и то она как будто в открытый мир немножко начала там играться. Вот правда, нету вообще ни одного хорошего коридорного шутана. Вот просто пустота. Я даже из последних тайтлов ничего вспомнить не могу. Ну, да-да, ничего вспомнить не могу. Густранер, разве что, но это не шутер. Вот, как будто нету, вот закончилась эта история. Ну, да, так на скидку сложно что-то вспомнить в этом жанре. Ну, только всякие инди-тайтлы в основном. Ну, как бы оно вполне понятно, потому что коридорные шутеры, это же не стилистический выбор был. Исторически делали так, потому что были ограничения. И даже если посмотреть на того же Duke Nukem 3D, там сразу пытались идти в расширение. Ну, сразу, с первой же локации. А там у тебя первая же локация, это улица. Это прямо вот маленький квартал с несколькими зданиями. Но ты имеешь в виду, да, про то, что там разные пути, вот это все. Ну, там много чего было, да. Да-да-да. А как бы то, как собирали первые шутеры, ну, как первые, ну, типа первые лет 15, назовем это так, да, где-то с 90-го года возьмем отправную точку, делали коридорными просто потому, что невозможно было нормально технически вывести открытые пространства. С большой дальностью прорисовывки, с кучей пересекающихся в кадре объектов, с, там, не знаю, разными физическими реакциями, их вообще не было долгое время в играх. Ну, это когда ты, например, стреляешь, у тебя там строго определенный звук, строго определенный декаль, там, не знаю, строго определенный импульс прикладывается, если это какой-то физический объект, да. Это же вообще долгое время не было в играх. А сейчас это все можно сделать, и люди вполне, естественно, тянутся к тому, чтобы сделать открытые пространства, похожие на реальную жизнь хоть как-то. Даже если это, не знаю, фэнтези или сай-фай, там все равно можно взять рефы из реальной жизни и воспроизвести то, к чему мы привыкли, и как-то соотносить это с тем, что мы знаем, за счет чего и складывается вот правдоподобность, да, в некоторых фантастических вещах. Потому что мы видим, типа, не знаю, начиная от чего-то простого, типа, дверей, лестниц и прочего, да, какие-то вот базовые аффордансы, к которым мы привыкли, и которые заново не изобретают, да, в рамках выдуманного сеттинга до, не знаю, средств транспорта, оружия там и прочего. Одна из важнейших тут вещей, которая с этих реф нам прилетит, это, да, это открытые пространства. Это не только интерьеры, но и классные экстерьеры, это пейзажи, это, не знаю, населенные пункты, там, пространство между ними, по которым можно попродить. То есть, немножечко запрыгнем на хайп-трейн, вот выйдет смута. И я уверен, что по структуре-то, по сюжету, я не знаю, кстати, достоверно, как там. Я так понимаю, они пытались Ведьмака второго сделать, где есть такие небольшие хабики, где можно развернуться. Вот, кстати, хорошее сравнение. Мне кажется, что будет примерно то же самое. То есть, у тебя структура... Если бы еще по качеству то же самое будет, я вообще счастлив буду, но есть сомнения. Ну, первая игра студии, так что там у меня нет сомнений, что она будет похожа второй Ведьмака в этом плане, но как бы можно простить, если идейно она будет хорошая. Да, да, несомненно. Но тут еще играет то, что там, ну, скажем так, у них есть определенный бюджет, который взят из определенных мест. Не для экспериментов он им дан, а для того, чтобы игра была хорошая. Да, безусловно. Вот, эта система, она тоже будет эволюционировать, насколько я знаю. Так что я довольно с надеждой на все это дело смотрю. Вот, ну, посмотрим. Не даю пока никаких оценок. Так никто не знает, кроме кривых анимаций никто не видел. Мне кажется, что если структура сюжета там будет плюс-минус линейная, то там все еще можно будет побродить по окрестностям, да, что-то поискать. Плюс они недавно вон выкатывали ролик, где говорили, что это как раз то время, когда там найти схрон, сокровищ в лесу было нормальным делом. Вот, и они это используют как нарративное обоснование вот этого лута, который ты можешь найти. Но главное, чтобы это не было, знаешь, светящийся сундук, крутящийся, как там в старых играх. Ну, нет, они же там даже показали, по-моему, фото же это вполне естественно выглядит. Ну, интересно, это, скажем так, тема благодатная. То есть, про это игр почти нет. Там есть же тот же самый Kingdom Come, например, да, вот, который офигенный, классный. Да, к которому у меня лично очень много вопросов. В плане лоу-дизайна? Вообще по поводу всего. То есть, я ожидал меньшего количества условностей от игры, где говорят, что вот, это все, значит, достоверно. А еще у нас честный RPG. Но я бросил, когда пару-тройку раз стабильно наткнулся на то, что вот здесь, оказывается, была опция, там, сходить к персонажу и словами через рот сказать о том, что ты увидел, да. Там, не знаю, сообщить о том, что увидел какое-то преступление или там настучать или там позвать помощь, да. Что вполне естественно выглядело. А вот в каких-то местах, где мы уже не резали ролики для всяких Gamescom, мы не стали этого делать. И все выпрямили в колбасу без вообще опции, без вариантов. И я офигел от этого. То есть, там настолько жирно просто подается буквально в миссиях близких к той и в той самой миссии, которая у них была разобрана на публику, немножко жалко было. Ну, вот, может быть, я-то просто не хайпил игру, я прям не ждал ее. И когда она уже вышла, я немножко поиграл, забил. А потом через несколько лет я такой, офигеть, как круто. И прошел ее. Ну, то есть, я не ждал. Вот, может быть, поэтому я не обратил внимания на такие истории. Знаешь, я тоже не ждал. Я думаю, что мне имеет смысл к ней вернуться, на самом деле. Потому что вот говорят, что графика не важна. Нет, ребят, графика важна. Просто это не первая вещь, на которую мы смотрим, в конечном счете. Если есть какая-то прокачанная наигранность, эрудиция игровая. Просто здесь, когда я играл, это был не тот год, не та эпоха, когда я мог технически позволить себе железку, которая вывезла бы Kingdom Come радостно на приличное качество. Я сидел на довольно посредственной картинке. И когда ты вот претерпеваешь вот такие жертвы, и ты не видишь то, в каком виде авторы хотели тебе игру дать, ты начинаешь более критично смотреть на дизайнерские решения. Я думаю, у многих это отрезонирует. Потому что есть очень много ребят, которые любят игры, но у которых нет крутого компа, они смотрят на игры, и для них нету просто вот этого пласта графического, потому что нельзя выкрутить там максимум и играть красиво, поэтому более критично относятся к косякам в дизайне. И ты такой играешь и смотришь, такой, вау, ну это же реально очень крутой технологичный проект. И там местами можно, не знаю, за постановку, за режиссуру, за решения изноративного дизайна, подкрепленные всем вот этим, простить какие-то огрехи. А внезапно вокруг очень много критиканов, и я понимаю, откуда это лезет. То есть, как бы, люди в этом толком-то и могут быть и не виноваты. Нет, есть, конечно, критичные чуваки, которые общаться-то нормально не могут в сети, да, назовем это так. Ой, ну это сплошь и рядом, да, конечно. Вот, но есть много ребят, которые просто, ну, видят только часть игры, часть продукта и относятся к нему критичнее, как следствие. Ну вот я поэтому не очень, я очень ждал Крайзис, я очень хотел Крайзис, когда он первый выходил. Естественно, он у меня не пошел нормально, он шел криво. И я понял, что, ну, кроме графики падающих пальм, там, в принципе, и делать нечего. Ну, то есть, основная фишка, она до меня не дошла. И я поэтому Крайзис не очень любил. Мне второй понравился, потому что там уже хоть какое-то повествование, да, появилось. Хоть какое-то там... Второй, да, у моей тоже любимой, на самом деле, из всей трилогии. Вот он мне очень нравился. Палет сверх. Да, есть игры, где, если графика это одно из USB, ей уделено много внимания, надо оценивать вместе с ней все-таки в конечном счете, чтобы был полноценный опыт. Можно сформировать мнение и так, но это просто сложнее. Для этого нужен немножечко другой навык, надо абстрагироваться и не сводить все свое критиканство к одной части игры, да. Например, только к стрельбе или только к дизайну квестов. Ну, если условно какая-то геймдизайнерская... Ну, не геймдизайнер, господи, если какой-то элемент игры, он основной, ну, то есть, условно, вряд ли кто-то бы играл в шутер, где неинтересно стрелять, если там нет ничего, кроме того, что ты стреляешь. То есть, все-таки, наверное, есть какие-то основные механики в определенных жанрах, в определенных играх, которые вот если не работают, то все остальное тоже работать не будет, просто потому что это основное. Это как, я не знаю, как ходить в игре. Вот если ходить неудобно в игре, да, передвигаться, если в мувмент плохой, то все. Это вот как если бы в Mirror's Edge, например, не работал бы паркур. Ну, то есть... Блин, это что-то... Мне кошмары будут сниться. Это вот мы не вынесли в какой-то момент с женой, смотрели игру Fort Solis. Какой-то жуткий монстр, который, на мой взгляд, не должен был попасть вообще в игровую индустрию, потому что я вижу, когда киношники делают игры, и это тот случай. А, это где еще Трой Бейкер играл, по-моему, да? То есть там... Да, там Трой Бейкер и... Там какой-то состав звездный прям был, который этого, Артура Моргана. Да, в общем, да, который играл Артура Моргана. А я так ждал, я что-то потом пропустил, и в итоге не надо было дождать. Отыграли они, как бы, свою работу они сделали. Проблема в том, что в игре прям... В игре не работает ходьба, блин. В симуляторе ходьбы не работает ходьба. Это ужасно, потому что она там очень-очень медленно. Все интеракции в игре сводятся к... Простите, ребята, у которых реально есть СДВГ, не в обиду вам. Это симулятор СДВГшника. У меня есть... Персонаж входит в комнату, такой берет первый предмет, такой, о, напоминает меня о былых деньгах. Сразу на нем всплывает, берет второй предмет. И так 10 предметов в комнате. Вот. И они никак не влияют на сюжет. А когда ты натыкаешься на что-то абсолютно очевидное, то есть там, не знаю, раковина, запятанная кровью, брызги вокруг, он такой, о, у кого-то кровь носом пошла. Такой, что? Что здесь вообще происходит? В общем, ужасно. И там катсцены иногда начинаются с того, что персонаж бежит, и заканчиваются тем, что персонаж бежит. А бега в игре нет. Да-да-да. И самая большая ирония здесь в том, что геймдиректор игры это бывший дизайнер гонок. То есть вот он всю жизнь делал игры, в которых ты торопишься и дорвался сделать игру, где даже бегать нельзя. Вот. И в недавнем патче спустя несколько месяцев они увеличили скорость передвижения на 30%. Ребят, это ужасно. Ну, то есть вот это, это полная хрень. Как мы к Ford Solens пришли? Что мы обсуждали? Прости. Знаешь, когда мы пришли? Мы пришли к этому с того, что ты говорил про то, что не нужно, ну, то есть если ты не видишь графику, все-таки нужно оценивать игру в совокупности своей. Да, там графика, геймплей, вот это все. А я говорил про то, что... Про механики могут не работать. Да, что если основная механика не работает, там, условно, ты сказал, вот если стрельба не работает, то нужно ставить крест на игре. А вот если это основная механика в игре, то, в принципе, крест на игре можно ставить, ну, потому что если не... Вот если в гонке неинтересно ездить, вот как раз-таки... Да, да, это прям... Это плохие приоритеты в разработке. Это всегда бросается в глаза. Тут не нужно быть каким-то большим эрудитом. Это можно просто на уровне ощущений почувствовать. Или вообще желательно сперва это, конечно, столкнуть с еще чьими-нибудь впечатлениями, потому что бывают искажения, которые мы не замечаем. Например, там, устал или просто приелся жанр. Но вот прям совсем грубые косяки, я думаю, можно, да, здесь себя не пересиливать и особо не ознакомиться. Ну, это как вот разнесли все Starfield, но при этом это же... Ну, это реально игра беседки. Просто она вышла. Ну, она должна была выйти лет 10 назад. Тогда это был бы восторг. А сейчас... Да, они ее поправят не беспокоиться. Ну, возможно. Но они не поправят core как бы основной, вот эти вот несчастные квадратные маленькие уровни, где постоянные загрузки, потому что ее начали делать, мне кажется, до того, как SSD всякие появились в консолях, и просто создать такой огромный мир было нельзя на том движке. Да, естественно. Что иронично, Starfield – это пример довольно мастерского дирекшена, потому что хороший дирекшен подразумевает то, что ты заранее на предпродакшене договариваешься о том, какая будет игра, ну, если совсем грубо. И финальный продукт, тем успешнее, чем меньше отличается от того, о чем вы договорились вначале. Проблема в том, что беседковские игры обладают невероятно долгим периодом разработки, если не самым долгим вообще. И они на стык попали, как будто бы поколений. Они когда-то договорились об этом дизайне, и как бы все разработчики на предпродакшене играют в Вангу, и пытаются понять, что же будет интересно и конкурентно способно для игроков спустя годы, когда игра выйдет. Sony вот сейчас столкнулись с тем, если кто смотрел там вот эти слитые документы Insomni, что они иногда даже режут проекты по контенту, чтобы они не вышли сильно далеко в будущем. Потому что настолько предугадывать невозможно. А сейчас рынок очень быстро меняется. И у Starfield беда в том, что его просто очень долго делали. И они, я уверен, смогут починить даже самые, казалось бы, неисправимые вещи, потому что, ну, камон, Fallout 76, какой он был в начале, какой он сейчас. Не, ну, да, да. Я к тому, что как бы кор уже... Ну, как будто вот основное ядро уже устарело. То есть вот прошел тот момент. То есть вот в этом, наверное, проблема. Я думаю, смотри, загрузки... Можно, например, сам факт загрузок не чинить, но сделать их очень быстрыми. Это технически возможно сделать. Я не знаю, как у них работает этот беджок. Или спрятать. Я с ним не работал. Но я уверен, что какие-то решения найти можно. Так же, как в Морвинде говорят там народ, который разбирал, что говорит, что там кор еще тот-то. Но это нормально, в принципе. Это как, знаешь, это как вот Splinter Cell Conviction сделал на Unreal Engine 2.5. А на Unreal Engine 2.5 там был сделан Гарри Поттер, третий условно. Ну, ты смотришь на них, но это совершенно разные игры, совершенно разные механики. То есть сделать можно все. Мне кажется, сейчас до сих пор можно склепать на Unreal 2 такую красивую игру, что она будет выглядеть... Ну, не будет она, конечно, выглядеть как на пятом, но условно будет выглядеть современно и играться современно. Ну да. Ну, то есть если бы это был период, когда только вышел Fallout 7.6, я бы прям как-то развернулся, ушел в закат, не дожидаясь каких-то новостей, но я жду. Потому что сейчас беседка – это студия, которая смогла вытащить Fallout 7.6. И учитывая, что не она ее как бы и делала. То есть ее же делали какие-то там другие ребята, ее же, по-моему, китайцы делали, что-то такое. Да. То есть это вообще адище. То есть там Fallout 7.6 нахрен сломана карта мира. Она сделана без понимания некоторых базовых вещей, к сожалению. То есть там можно потеряться, у тебя на горизонте вообще не будет ничего интересного. Это прям пиши пропало в Fallout 3.6. Но изначально же там в ней вообще не видели потенциала, потому что Fallout – это квесты, это сами квестодатели, это истории, которые ты себе складываешь из кучи всяких вот таких штук, которые находишь в мире, которые составляют вот эту твою ролевую агентивность, назовем ее так. а в нем уже вообще не было ни квестов, ничего. Там прям голяк был. Ну да, они просто такие, мы дадим вам карту, мы дадим вам механики, а вы там сами разберетесь, создадите. И как бы да, конечно, сейчас Starfield – это симулятор загрузок. Да, там есть устаревшие решения, но контента в нем так-то дофига. Немало, немало, да-да-да. Так что с этим премисом можно сделать довольно многое. Мне очень интересно, что они на этом родят. Ну вот лет через пять Legendary Edition выйдет, а потом еще один. Любит беседка такое делать. Ну ладно, на самом деле, наверное, будем потихонечку заканчивать, чтобы ты в следующий раз пришел, и мы с тобой продолжили, кстати. Давай, я только за. То есть вот мы еще с этими ребятами пишем подкасты, и я очень этому рад. Я могу бесконечно говорить об играх, приглашайте, ради бога. Мне это тоже интересно. Хочется иногда без сценария вот так вот просто поговорить, потому что как-то свой аудиоподкаст или ютуб-канал я делать не буду. Пользуйтесь этим. Ну да-да-да. Ну будем, будем. Спасибо еще раз тебе большое, что пришел. Ребята, я хотел сказать, ребят в чате, у меня уже все, у меня мозг. Я забыл, что это запись, а не прямой эфир. Ребят, которые нас сейчас слушают, я вам хочу напомнить, что обязательно нажмите поделиться, рассказать друзьям, а также, между прочим, заглядывайте к Василию. У него там есть свой Телеграм-канал, всякие разные другие блоги там у тебя вроде присутствуют. Расскажи вообще, где тебя найти, короче. В Телеграме. Прямо вот блог Василия Скобелева, ищите, и там все будет. Там у меня ссылки на публикации, ссылка на сайт. Периодически там еще рекомендую другие каналы по GameDeo, которые тоже могут быть полезны. И часто там еще можно увидеть всяческие стримы и приемки с канала «Жены» на Роторика. Вот. Так что будет интересно, заглядывайте. Вот. Там не только душный анализ, там бывают еще и всякие расслабонческие постики. Вот. Про котиков, про топы игр на ближайший месяц. У нас хорошее сообщество. А еще есть бусти. Тогда в таком случае будем, наверное, прощаться. Ну, не прощаться, в смысле, еще увидимся, конечно, и услышимся. Но еще раз напомню, что вы слушали подкаст «Нажми, чтобы начать», если вдруг, ну, бывает, люди засыпают на одном подкасте, просыпаются на другом. Вот. Если проснулись на «Нажми, чтобы начать», примотайте начало, послушайте заново. Всем остальным спасибо большое, что слушали. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо, что позвали. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok